Салом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы «Вайгаш» или «Мужчины не плачут». Путь Иосифа – это в миниатюре путь всего нашего народа, который в Тигилиме в псалмах назван паствой Иосифа, Тигилим 82. А поворотным событием его жизни можно считать тот факт, что в конце своих скитаний Иосиф оказался в Египте. Вторым по важности человек. Но анализируя весь ход, казалось бы, случайных событий, которые в конце концов привели к такому результату, мы убеждаемся, что это не случайность, а скрытый замысел Творца. В нашей недельной главе происходит принципиальное важное событие – встреча Иосифа с братьями, когда он им открылся. Он обнимает их всех, но самые сильные эмоции он испытывает, обнимая своего единственного, единоутробного брата Бениамин. Иосиф был разделен с братьями, когда Бениамин был еще совсем ребенком. И Бениамин был единственным из братьев, никак не участвовавшим в заговоре против Иосифа. Их объединения или объятия были особенными, и пал он, Иосиф, на шею Бениамина, брату своему. И заплакал, и Бениамин плакал на его шее. Берешит, 45, 14. Раше, цитируя Талмуд, объясняет, что для обоих братьев этот плач был гораздо большим, чем сиюминутное переживание. Он был ничем иным, как пророчество. Иосиф оплакивал первый и второй Иерусалимский храм, которые должны были находиться на землях колена Бениамина, и которым суждено было быть разрушенным. А Бениамин плакал о святилище в Шилло, которое будет возведено в уделе Иосифа, и которому также суждено быть разрушенным. Давайте попробуем в этом разобраться и зададим следующий вопрос. Наверняка многие задумывались, почему для выражения как горя, так и радости мы иногда плачем. Слеза – это жидкость, вырабатываемая слезными железами, необходимая для смазывания или смачивания и очищения поверхности глаза. Интересно отметить, что химический состав слез похож на состав крови и меняется в зависимости от состояния организма. Как мы уже отметили, вырабатывает слезы слезная железа, которая находится на верхней наружной части глазницы. Затем жидкость по слезным каналам проникает в слезный мешочек, расположенный у внутреннего уголка глаза. Когда мы моргаем, дорогие друзья, происходит активное открытие слезных протоков, необходимых для увлажнения роговицы. Кроме положительного воздействия на состояние глаз, слезы участвуют в выделении стресс-гормонов. Из-за смены эмоционального состояния вместе с плачем происходят изменения также в организме. Так, когда мы огорчаемся, выделяется пролактин, помогающий нам расслабиться, дорогие друзья. А когда мы плачем от смеха или счастья, то смягчается влияние адреналина. Итак, плач – эмоциональное средство общения, соединений. Слезы вызывают симпатию, сочувствие сигнализируют, что кто-то нуждается во внимании. Мы запрограммированы плакать, чтобы освободиться. Если сдерживаться, дорогие друзья, то заплачет, так сказать, другой орган. Мы все пришли в этот мир с громким плачем. Когда-то, в подростковом возрасте, социально сформировались. Кому позволено плакать, а кому нельзя. А сегодня уже доказано, что женщины плачут в пять раз больше. Так мужчины плачут или нет? В Торе эти правила все перевернуты. История слез в главе «Вайгаш», в нашей главе, напряженная встреча братьев с Иосифом. И не мог Иосиф сдержаться, открывшись братьям. И заплакал вслух. Упал на плечи Бениамина, брата своего, и поцеловал всех братьев своих, и плакал с ними. Иосиф, человек броня, был брошен в колодец, сослан в тюрьму, страдал, но молчал. Когда он ощущает братскую близость, то слезы невольно льются из глаз. Страдания, подавленная боль, все не остановилось. Все было внутри, а теперь вышло наружу. Мудрейший из людей сказал, что есть время, когда нужно плакать. И хотя точная фраза царя Соломона звучит так, время плакать и время смеяться. Очевидно, что есть времена, когда необходимы и другие реакции. Очевидно, что жизнь не ограничивается лишь плачем и смехом. Итак, Рашид, цитируя Талмуд, объясняет, что для обоих братьев этот плач, как мы сказали, был чем-то гораздо большим. Сейминутное переживание, он был ничем иным, как пророчеством. Итак, Иосиф оплакивал первый и второй Иерусалимский храм, которые должны были находиться на землях колена Бениамина, и которым суждено было быть разрушенным. А Бениамин плакал, как мы сказали, о святилище вшило, которое будет, возведено в уделе Иосифа, и которому также суждено быть разрушенным. Наши мудрецы говорят, что когда дело касается чужих проблем, мы можем попытаться помочь, но не можем решить эти проблемы. Мы можем предложить щедрую помощь, поддержку и самый лучший в мире совет. Но остальное остается за самим человеком. Тогда сам человек обладает возможностью разрешить свою ситуацию. Так что если мы убеждены, что сделали абсолютно все возможное для другого человека, и все равно не сумели добиться удовлетворительного результата, единственное, что мы можем сделать, это пролить слезу, дорогие друзья. Но когда дело касается наших собственных проблем и испытаний, мы не должны довольствоваться только плачем. Мы не можем позволить себе роскошь сдаться и поплакать. Если это наша проблема, значит наша обязанность, дорогие друзья, подступать к ней снова и снова, как ягуда, пока мы не решим ее. Мне очень хочется всем нам пожелать, дорогие друзья, самое главное, чтобы у нас были хорошие друзья, чтобы нас поддерживали. Плачьте, когда вам хочется, не сдерживайте себя, но пусть это будут слезы радости. Браха вас лаха, будьте здоровы, всяческих благ, шалом, ваш Равин Капла. Браха вас лаха, будьте здоровы, всяческая блага, шалом, ваш Равин Капла.